Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Информация о спроектированном изделии в виде файла определенного формата передается на 3D-принтер для построения полимерной модели. Происходит послойное выращивание изделия. На основе полученной полимерной модели изготавливается серебряная мастер-модель, а в последующем и резиновая пресс-форма для тиражирования изделия. Изготовление восковок состоит в подаче в резиновую пресс-форму расплавленного воска для заполнения пустот и его затвердевания. На нашем предприятии используется технология точного литья ювелирных изделий с камнями. При этом камни крепятся не в готовые изделия из металла, а в восковку. Следует отметить, что не все камни пригодны для литья. После изготовления отдельных моделей в количестве, необходимом для производства, они монтируются на центральном конусе из воска, называемом главным питающим каналом. Далее специальный гипс-форма масса заливается в опоку с восковой елкой. Когда гипс затвердевает, для выжигания воска и придания гипсу огнеупорных свойств опоки помещают в муфельную печь и прокаливают. В гипсе остаются пустоты, повторяющие форму будущих изделий. Перед заливкой металл подготавливают. В производстве ювелирных изделий, кроме золота, используются лигирующие металлы – серебро, медь, никель, иными словами, лигатура. За счет подбора в различных пропорциях лигирующих добавок достигается необходимый цвет золота. Наше предприятие использует профессиональные лигатуры итальянского производства. Составляется шихта, производится предварительная плавка и грануляция металла. При отливке ювелирных изделий в установке вакуумного литья «Индотерм» расплавленный металл заливается в форму автоматически и контролируется программным обеспечением. После проведения операции литья необходимо отделить золотую елку от материала формовочной массы. Эта операция производится после полного охлаждения металла. Изделие снимается с елочки специальными кусачками. Отделенные отливки еще не являются готовыми изделиями. Они проходят магнитную галтовку для снятия обогащенного золотом поверхностного слоя изделий, образованного в процессе литья. Далее они поступают в монтировку для обработки поверхности, подгонки размеров колец, сборки замковых узлов в серьгах и брошах, припайки ушек подвесок и так далее. И только после окончательной монтировки готовы к закреплению камней, если это необходимо. На нашем предприятии производятся ювелирные украшения с различными вставками, с кубическим цирконием Сваровски, с полудрагоценными и драгоценными камнями, с культивированным жемчугом. Финишной операцией является полировка. Среди выпускаемого ассортимента есть штампованные изделия, а также изделия, получаемые лазерной резкой металла. Подготовка металла для производства данной группы изделий иная. Плавка осуществляется в индукционных печах последнего поколения. Полоса используется в качестве заготовки для изготовления штампованных цепей ручной сборки, подвесок различных форм. Процесс изготовления полосы называется прокаткой. Полоса режется в размер и деформируется в штампах, а в качестве оборудования применяются гидравлические и эксцентриковые прессы. Получаемые заготовки направляются на участок монтировки для дальнейшей сборки и обработки. Одной из инновационных технологий, использующихся на нашем предприятии, является обработка металлов при помощи лазера. Установка для лазерной гравировки SMARC позволяет нам наносить рисунки, надписи, логотипы на широкий спектр ювелирной продукции. Вырезать заготовки изделий из металла необходимых размеров. Также для резки металла и нанесения алмазной грани используется уникальная установка фара, позволяющая одновременно получать ажурные тонкие детали с разнообразной алмазной гранью. Особой гордостью предприятия является линия по производству бесшовных обручальных колец. Первым этапом в изготовлении является непрерывное литье трубы. Размер обручального кольца достигается за счет протягивания трубы через фильеру требуемого размера. Далее труба закрепляется в патроне токарного станка, где производится обработка. Для каждого артикула обручального кольца заданы свои параметры ширины, толщины, профиля. Для изготовления сложных комбинированных обручальных колец осуществляется сборочная операция – соединение вставок и оснований из красного и белого золота. Закрепка вставок в обручальные кольца осуществляется в заранее подготовленные посадочные отверстия, получаемые с помощью установки фара. Изделия из белого золота подвергаются нанесению гальванического покрытия родием в специальной установке. Родирование прекрасно подчеркивает красоту бриллиантов, их чистоту за счет чистого белого цвета. С его помощью изделия становятся более износостойкими. Антикоррозийные свойства изделий, покрытых тонким слоем родия, будут значительно выше, чем у обычного золота. После каждой операции изделия проходят технический контроль. Готовые ювелирные изделия поступают на упаковку, а затем попадают в ювелирные салоны, где правят красота и изящество. Блеск драгоценного металла, сияние искусно ограненных камней соединяются в ювелирном изделии «Зорка» и привлекают покупателя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...